всем привет в этой рубрике мы будем проверять школьные знания наших дотеров ребятки вот расскажите как у вас было со школьной успеваемостью у меня все великолепно нет но я я не прогуливал школу я ходил в нее но я часто там спал потому что ночью играл и в итоге как минимум первые там два урока я так хорошо отсыпался ну ты вроде неплохо учился до пятого класса после пятого не очень грустно так сказал не очень не очень ты после 9 ушел а ты 11 то есть получается у нас как у нас правило такие есть три блока младшая школа средняя школа и старшая школа в каждом блоке по три вопроса побеждает в этот в этой игре тот кто наберет больше баллов больше нас правильных ответов получается что и датчика есть небольшое преимущество потому что у нас значит не один заливаются им использую ладно давайте начнем у нас вопросы на разные темы вернее по разным предметам и так давайте начальная школа предмет рукоделия как называется искусство составления цветочных композиций вот у вас есть листики напишите ваши ответы искусство цветочных до составления цветочных композиций ох класс сотри я знаю может я него не прав можете просто положить я сам флористика флорист нет это тоже не флорист как икебана почти угадал икебана знаете дальше хорошо второе молодец ты очень умный второй вопрос музыка назовите самый большой струнный щипковый музыкальный инструмент самый большой струнный щипковый что такой щипковый ну смотри струнный обычно как бы их щипают здорово это ты ртом показывал то есть если ртом это не это уже не струны нет это ты саксофон наверное показывал нет он такой здоровый-здоровый он стоит он стоит вот так вот полностью вот так нет его как-то так ладно хоть страну скажи какую страну это во время инструмента я не знаю греция ну ладно у меня будет арфа арфа молодец один вал почему почему 20 преимущество у тебя нет преимущества но у меня здесь это было в школе учиться так смотрите открытый открытый вопрос оба же было вас сюда школе оба же не ходил вот не ходил вообще порчен от ли что делать если загорелся телевизор как его тушить план действий представляете что у вас загорается монитор да и мы не будем далеко ходить монитор план действий шкаф нарядок тушить но если ты хочешь один балл заработать то окно не рядом смысле как как вот это вот его скотину хорошо он разгорится за то что ты воздух гоняешь да хорошо тогда же срочно написать не знаю ну что обесточить в первую очередь вот пиши а то и данчику подсказывать а дальше не так смысле вот у тебя несколько литров воды баклажа за собой он может наоборот еще больше взорваться от воды хорошо и любые электроприборы нельзя тушить водой как есть вот тебе нужно вытащить его это первое действие я я готов проиграть я просто сюда пришел ради обесточить на этом пока все 0 смотрите все электронные приборы нужно тушить так после этого берешь одеяло или какое-то пальто что-то плотное и накрываешь чтобы преградить доступ воздуха если в трусах сижу снимаешь трусы и дачи ты трусами закрываешь тогда ты сгорел и все ггвп в общем за этот ну я я могу владу насчитать полбалла за то что он придумал обесточить и того за начальные классы у влада полтора балла у тебя 0 дальше будем значит второй блок средние классы история что произошло в девятьсот восемьдесят восьмом году 88 до девятьсот восемьдесят восьмом не 1980 а просто девятьсот восемьдесят восьмом ну хоть предположение какое-то правильный ответ крещение руси браво и данчик один балл твой значит тут полтора балла дарка тут уже есть поехали география как называется нулевой меридиан проходит знаете что такое меридиан как она хотя бы короче я понял вот так что да да и что и нулевой меридиан вот есть такое у него название я понимаю чем ну вот центр центр земного шара нет нет это вот такие меридианы которые вот так вот они проходят как бы часовые пояса как он называется да ладно ребят если вы не знаете как наоборот это параллель вот а как наоборот я понял было но я не запидаем не запоминал это в школе точно было это гринвич четко так давайте я запишу значит у тебя полтора балла да уже а у тебя один один значит биология ребята приведите пример метаморфоза бабочка типа сколько надо да да есть еще какие-нибудь примеры я свой база как надо его писает и дан тоже заработал надо писать и все а потом показывать из из 2 нет ну ладно но ты заработал только что вам по баллу ну то есть если случайно помог потом урвет да молодцы да конечно стыдно стыдно это не я если что хорошо значит старшие классы поехали история что произошло 26 декабря 1991 года два варианта вот давай пиши их но не озвучивай ну я могу предложить и скажи все ладно пусть что написал ну раз по тсср не правильно а тут закончили что это бы но когда важны 11 11 пусть 11 у 2001 влада три с половиной балла против двух на все изи даже можно написать дальше еще два вопроса если да вот так а где ты наберешь вот на два вопроса ответит на два отвечу и все все самбо ребят поехали наука чем известен никола тесла ну типа электрическая станция лампочку электричество лампочку но Evolution так ладно давайте напишите ну я не знаю электричество лампочка лампочка электрическая станция я не знаю ну хорошо никола тесла широко известен благодаря его вкладу в, как это называется, полу, сейчас точно скажу. Работающих на переменном токе, то есть создавал устройство, работающие на переменном токе. Но из-за электричества тут можно поставить по полбала. Итого что? Да, итого тут 4 балла, а тут 3 балла. Что-то по станцию можно вырезать? А, ой, по полбала. Так, все, я все привел. Ну, давайте чисто последний. Давай, давай. И что, все позоримся, давайте. Давай. Кто написал произведение, по которому Гайдай снял фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Русскую не учил. Не знаю. Литературу. А это смотрели фильм? Нет. А, ну, смотрел. Написал Булгаков. Ну, я не учил. Ну, честно, у нас русскую одно произведение в год. Влад, я хочу тебя поздравить. Я тоже. Несмотря на то, что 9 классов против 11, но ты молодец. Да, конечно, ты молодец. Поздравляю. Пожмите круг-круги. Руки, господа. Вы молодцы. Ладно. Идальчик, ну, не зазорно, не зазорно. Все-таки на паке тащишь. Простить мы можем то, что угодно. Взяла, позовала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова